всем привет время 9 утра и мы начинаем сегодняшний семинар я смотрю новичков мало точнее тех кто меня совсем не знает поэтому я не буду тратить время на то чтобы представляться у нас вчера ночью буквально случилась радостная новость я сегодня делилась наташи варгина и говорю наташ вот завтра буду вести семинар а мне буквально 12 баллов не хватает до 6 процентов и опять завтра скажу здравствуйте я вали хохлова консультант 3 процентов и тут вчера ночью наша катя бомбанула заказ и я стала консультантом 6 процентов вчера ночью спасибо большое всем за сегодняшние поздравления мне было реально безумно приятно я и стесняюсь и рада одновременно мне приятно что те действия которые я делаю да спасла те действия которые я делаю приносит результаты этот результат можете видеть вы думаю что он будет вдохновлять всех сегодня решили мы провести планерку на тему как же рекрутировать на теплом рынке потому что получилось так что я когда меня спрашивали наташа и лиля о том где живали ты будешь рекрутировать как только я прошла обучение я толком не могла ответить на этот вопрос а потом когда уже начала делать практику я вообще человек на самом деле практичный я пока не начну что-то делать вот своими руками я не пойму как это все работает и с чего мне стоит начать вот поэтому когда я начала а свой рекрутинг я поняла что сейчас самое главное и самое интересное на для меня этого работа с теплым рынком почему а потому что теплый рынок дает результат намного быстрее отношения уже утеплены человек знает кто ты что ты и тебе намного проще с ним общаться сегодня на своей планерке я хотела бы рассказать непосредственно не о шаблонах общения потому что на мой взгляд шаблон общения не работают если сам человек который выходит в рекрутинг этому не готов если он внутренне не готов к тому что он будет сейчас делать и чем он будет заниматься то к сожалению те шаблоны которые у нас есть они наверняка будут работать на какую-то малую долю процентами если мы хотим взять по максимуму то нужно начать себя в принципе об этом мы говорим часто регулярно но вот в этой теме в теме рекрутинга мне бы хотелось на этом прямо заострить внимание и так давайте представим себе ситуацию новичок будем считать что он прошел обучение наша школу и решил что готов идти в рекрутинг что такое рекрутирование рекрутирование это привлечение новых консультантов это методы которые позволяют нам найти новых людей где бы они ни были на просторах интернета при личном общении магазине ну и другие места как вы сами понимаете это есть рекрутинг так вот прежде чем человек который у нас собирается выйти в рекрутинг он должен ответить для себя лично на несколько вопросов причем ребят очень важно чтобы на эти вопросы вы ответили для себя честно честно для себя лично не для кого-то не для спонсора для себя лично мы отвечаем на несколько вопросов они перед вами во первых зачем мне все это вообще все вот этот весь арифлейм зачем Этот, казалось бы, вроде простой вопрос, на самом деле кроет под собой очень много интересных вещей. Здесь и мотивация, здесь и краткосрочные цели, которые вы будете для себя ставить, но о них мы поговорим на следующем слайде чуть попозже. Зачем? Зачем этот Арифлейм сейчас появился в моей жизни? Этот ответ на этот вопрос должен поднимать вас каждое утро с кровати, и этот ответ должен вдохновлять именно вас. Это может быть что угодно на самом деле. Мотивации кроются в таких иногда интересных местах, в которых их и не ищешь. Вроде кажется там, нет, я все знаю, машина. Мне нужна машина, все, короче, я все понял, я все знаю. Сейчас, короче, я начинаю рекрутировать, я сейчас начинаю работать. Встаешь один день, да, машина мотивирует, встаешь второй день, да, машина мотивирует. А потом ты встаешь и думаешь, блин, да я и без машины нормально себе живу. Вот это значит, что это была не мотивация, либо это была чья-то цель, но не ваша. Вот нужно дойти до самого дна и признаться себе честно, а мне нужна эта машина представить себя за рулем этой машины, закрыть глаза, представить и честно себе ответить на вопрос, я действительно вот этого хочу, и ради вот этой машины я сейчас буду хреначить. Второй вопрос интересный и, ну, на мой взгляд, важный. Готов ли ты идти до конца? Что здесь? Ребят, вот смотрите, готов ли ты идти до конца, если, например, твой спонсор не будет больше работать? Вот честно, сам себе. Я такие вопросы себе задавала, а пойду ли я до конца, если какие-то люди, которые меня вдохновляют, которые рядом, решат, что это не их дело? Вы задаете себе вопрос и отвечаете честно, да или нет? А готов ли ты идти до конца, если завтра ребенок заболеет? Ты отложишь это все или ты попытаешься внедрить систему рекрутирования в те процессы жизненные, которые у тебя сейчас происходят? Ведь подчас мы не задумываемся о том, что когда мы работаем на обычной работе по найму, у нас не возникает таких вопросов. Мы идем и пашем. Мы знаем, что нам дадут какое-то определенное количество денег, поэтому мы идем и делаем. У нас не возникает вопроса. Позвонить начальнику и сказать, ты знаешь, сегодня как-то не заладилось. Я, видимо, не приду. И вот несколько картинок в своей голове нужно обязательно обрисовать. А готова ли я идти до конца, если? И здесь интересно, например, представить свои самые страшные страхи. Вот самые страшные страхи. Может быть, для кого-то это будет отсутствие денег. А готова ли я идти до конца, если первые 2-3 месяца у меня будут не те деньги, которых я ожидала. А готова ли я идти до конца, если про спонсора, то, о чем я уже говорила. Каждый, на самом деле, для себя найдет вот те моменты уязвимые, которые у него есть, и которые его мотивируют. Но, ребята, это, знаете, еще один момент. Это не просто слова, а это слова, под которыми есть какая-то основа. Есть какое-то понимание, которое дальше будет нас вести. Следующий момент перед рекрутингом, который необходимо выяснить, это одет ли бронежилет. Для новичка этот вопрос скорее не для новичка, скорее для его спонсора. Это нужно сделать обязательно, потому что человек, столкнувшись один раз, второй раз, третий раз с отказом или, возможно, с каким-то негативом, самостоятельно может с ним не справиться. Я по себе помню, что это достаточно сложно. Но я прошла первые два вопроса, которые сейчас вам записала, поэтому мне проще было ответить для себя на третий вопрос. И он был уже таким, как бы, ну, не особо важным, можно сказать, для меня. А новичок себе отвечает здесь на вопрос, а пройдена ли теория в соответствующем объеме. Потому что та уверенность, которая у нас возникает, и на прошлом семинаре, который я вела, мы о ней говорили, об уверенности. Один из составляющих уверенности, на мой взгляд, это знание теории. Иногда я сама сталкиваюсь с тем, не иногда, а просто сталкиваюсь с тем, что сама чего-то не знаю, и меня это тоже пугает, мне страшно. Я периодически варгину цепляю, да, Наташа? Периодически еще у кого-то спрашиваю, а как быть? А что делать? И вот здесь, в третьем пункте, я считаю, что как минимум нужно прочитать Бухтиярова «Работа с возражениями» первая книга. Если нет возможности, слушайте. «Десять уроков на салфетке» – это второй вариант. Тоже, если нет возможности читать, можно легко слушать. Но нет возможности сейчас читать, поэтому эти книжки можно прослушать. Но этой теорией нужно владеть, потому что Бухтияров в своей книге «Работа с возражениями» очень четко описывает не только те возражения, которые возникают у человека в процессе общения с ним, но и почему они у него возникают. А это важный вопрос, ответив на который, мы сможем двигаться дальше. Почему человек нам возражает? Почему? И когда мы понимаем, что на самом деле это круто и классно, и перестаем так сильно пугаться и кидаться в стороны от тех слов, которые говорит нам человек, а перестаем мы это делать, когда у нас появляется уверенность, а уверенность у нас появляется тогда, когда мы прочитали Бухтиярова, и тут круг замкнулся. И мы понимаем, что нужно читать Бухтиярова. И читать, читать, и читать практику. Нарабатываем только после того, как освоили теорию. Вопрос к спонсору. Да, одет ли бронежилет? Еще немного об этом. Спонсор должен понимать, готов ли его человек, который сейчас выходит в рекрутинг, к тому, с чем он сейчас столкнется. Это опять же те возражения. То есть он должен понимать, освоена ли теория этим человеком, который сейчас в рекрутинг пойдет, для того, чтобы мы быстро не теряли наших новичков, которые пока находятся на точке энтузиазма. А они очень быстро начнут с этой точки энтузиазма падать, если бронежилет не одет. Что такое бронежилет? Честно, не помню. В какой-то одной из книжек недавно прочитала о том, что работники полиции выходят на свое задание, одев бронежилет. Они готовы к тем выстрелам, которые, возможно, могут случиться с ними на их работе. Вот так же и наш новичок должен быть готов к тому, с чем он столкнется, выходя в рекрутинг. Дальше давайте немножечко поговорим. На первом слайде я немного затронула, только это оп, оп, оп. Вот так. Дальше. Значит, мы ответили на первые три вопроса. Сейчас, секунду. Значит, мы ответили на первые три вопроса, которые у нас с вами были. И вот здесь хотелось бы немножечко подробнее поговорить про мотивацию. То, о чем я вам вначале говорила, начала говорить, про мотивацию. А ты действительно хочешь того, что ты себе придумал. Ты придумал себе какие-то определенные цели. Ребята, вот почему так получается, что в работе по найму цели никаких фактически ставить не нужно, а в нашей работе, в работе удаленно, нужно обязательно ставить цели. Почему так происходит? Вы задавали этот вопрос себе? Не уснули? Напишите что-нибудь. Почему так происходит, что в работе по найму мы не задаем себе целей, а в нашей работе задаем? Да, Кристин, согласна с тобой. Там чаще всего выше головы не прыгнешь. А еще, потому что у нас есть четко установленное время, чтобы двигаться, Оля пишет. Абсолютно. Вот, Ань, по найму мы исполняем цели начальства, они свои. Ой, какой активный чат, мне очень нравится. Спасибо вам. Да, на наемные нам уже дали цели, абсолютно. Вот смотрите, мы реально же в работе по найму мы исполняем чьи-то цели, мы двигаемся к чьей-то идее, нам дали задание в Макдональдсе сделать товарооборот сегодня в ресторане. И мы идем это и делаем. Цель поставлена. У нас есть определенное время, когда мы приходим на работу, мы знаем, кто нас там встретит. Мы знаем, что наша работа начнется в 8 и закончится в 16 часов сегодняшнего дня. Но дома-то мы сидим, мы же сами себе цели ставим. Мы же сами себе цели ставим. И если мы не придумаем мотивацию, ради чего мы это делаем, по большому счету, наша работа по найму, мы ее однажды выбрали и туда потом ходим по привычке. Так, прикол в том, что эту же привычку можно сформировать и в работе удаленной. Вы один день поставили себе цель обработать 5 теплых звонков, 5 теплых контактов. Второй день поставили, третий день. Да, говорят, что привычка формируется в течение 21 дня. Некоторые говорят в течение 90 дней. Я за собой заметила, что 4-5 дней достаточно поделать, и уже ты начинаешь практически это делать на автомате. Потом, не останавливаясь, к своей цели предыдущей, к своему предыдущему плану накручиваем еще. Вчера сделали 5, сегодня сделаем 6. То есть, если мы эту привычку хождения на работу по найму перенесем к нам сюда, то это тоже начнет работать. Ответ данный вопрос, почему здесь нам нужна мотивация и почему нам здесь нужно придумывать для себя цели? Потому что нам нужно мотивировать себя идти в соседнюю комнату. Фактически наша работа в соседней комнате. Мы сидим в одной комнате или спим, отдыхаем, кушаем, а потом мы идем в другую комнату работать. А иногда не идем, иногда просто берем телефон и начинаем работать там, где мы сейчас. И для того, чтобы себя на это смотивировать, нам нужно в голове четко представлять, что мы хотим. И действительно мы хотим того, что мы себе придумали. Итак, мы ответили на первые три вопроса, придумали для себя цель и мотивацию, честно себе признались в том, что да, это действительно моя цель. Ребята, а вот еще просто очень понять, моя ли это цель, когда мы с вами отметаем как раз те пункты, о которых я вам до этого говорила. Если случится кризис, буду ли я работать? Если уйдет спонсор, буду ли я работать? Также просто можно придумать для себя цель. Понять, она моя, это цель или нет. Итак, мы выходим в рекрутинг и должны себе здесь ответить тоже на несколько вопросов. Понятен ли смысл, понят ли смысл, что нужно делать? Вот я выхожу в рекрутинг, я начинаю писать сообщения на своем телефоне, через Инстаграм, начинаю с кем-то общаться. А я понимаю, зачем я это делаю? Конкретно цель, смысл того, что я сейчас делаю, понятно? Представление конечной цели. То есть мы понимаем, что сейчас мы не просто общаемся с человеком, а ставим перед собой задачу выйти с ним на разговор про бизнес. Мы говорим себе о том, что мы зададим пару личных вопросов максимум, а дальше начнем работать и общаться с ним по бизнесу, потому что у нас тоже есть свой тайм-менеджмент, потому что если мы ставим себе цель выйти хотя бы на одну регистрацию за два дня, как практически у меня получилось, вы читали, наверное, в презентации, что за 16 дней удалось сделать нам 7 регистраций. Это на самом деле еще не все регистрации. Есть еще регистрации, которые там ожидают в своей очереди, когда начнется следующий каталог. Но фактически те люди, которые были проведены через базу, это 7 за 16 дней. И когда мы с ним общаемся, с этим человеком, а есть ли конечная цель, вы ее четко представляете, что вы сейчас общаетесь для того, чтобы пригласить человека в бизнес. Когда мы общаемся с человеком, мы обязательно слушаем его как можно тщательнее и понимаем его потребности. Об этом, о выявлении потребностей я говорила еще на прошлом своем семинаре о том, что потребности достаточно важны. Если человек понимает, что вы разворачиваетесь непосредственно к нему, а не говорите о том, чего хотите вы, вы не говорите ему о том, что я хочу тебя зарекрутировать, а вы слушаете, что хочет он. Если он вам уже в цвет просто по телефону говорит о том, что я не хочу работать в сетевом бизнесе, может быть, стоит предложить ему скидку на продукт 20%. Ведем беседу, помним о своей цели. Представляем и помним. И еще один важный момент, о котором я бы хотела немножко поговорить, это работаем рука об руку со своим спонсором. Ребят, я заметила, что если нет доверия к тому человеку, который будет после вас вести общение с вашим кандидатом, то результат будет не такой продуктивный, как он мог бы быть. Если установлено доверие с вышестоящим спонсором, который дальше будет брать ваш звонок и общаться, делать собеседование этому человеку, то это будет намного круче и продуктивнее. Работаем рука об руку со спонсором. Здесь у нас, Наташа Варгиной, получается так, что мы вообще практически не ждем ни секунды. Если человек говорит о том, что он готов созваниваться сейчас, то нужно это сделать прямо сейчас, потому что человек сейчас горит энтузиазмом, он сейчас теплый. Если мы перенесем его на завтра, послезавтра и через неделю, это уже не будет работать так, как могло бы работать, если мы его берем сразу. Сразу начинаем с ним работать и общаться, чтобы он сразу входил в курс дела. Поэтому работать рука об руку со спонсором, это значит, что вы знаете график вашего спонсора, вы знаете, когда он свободен. Спонсор максимально развернут к вам и предоставляет вам тоже максимальные возможности, потому что мы работаем с вами на результат, и если мы человека будем сразу приглашать, сразу с ним общаться, после того, как мы с ним договорились, и он готов на это общение выйти, нужно сразу ему звонить. Это к разговору о доверии и рука об руку со спонсором. Я рассказала сегодня все, о чем хотела. Жду ваших вопросов. Кристина, Вальта на холодном рынке сделала регистрацию, может, говорила, я прослушала. Нет, мы сегодня говорим о теплом рынке, я на холодный рынок еще не ходила. Сейчас я занимаюсь тем, что разбираю свой, скажем, накручиваю свой инстаграм. Сейчас по холодному рынку я занимаюсь тем, что я хочу выйти на хорошее количество подписчиков в своем инстаграме, на своей странице. На сегодняшний день у меня там тысяча подписчиков. Вот тоже буквально, кстати, этой ночью я перешагнула эту планку с 900 на 1000. Смотрю способы накрутки подписчиков. У меня так интересно получается, что мне сами люди начали писать по поводу холодного рынка. Это еще нет таких разговоров именно дело до дела, но то, что люди интересуются, это как бы совершенно очевидно. Люди мне пишут сами сейчас, вот на данный момент в инстаграм. Они интересуются не только работой, но это же и не так важно. Важно, что есть обратная связь, а это значит, что есть определенный интерес к странице. Для меня это показатель. Я понимаю, что определенный интерес какой-то в инстамире я вызываю. Ну хорошо, все. Значит, если у нас нет вопросов, тогда я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok